Привет, друзья! Сегодня расскажу, как продлить плодоношение огурцов, чтобы собирать урожай до самой глубокой осени. Урожай в теплице я начал собирать еще в начале июня. И уже если обратите внимание, огурцы заканчивают свое плодоношение. Только лишь на верхушках образуется урожай. Сейчас огурчики важно омолодить. Значит, что надо сделать, чтобы огурцы опять начали активно давать урожай? Во-первых, нужно обрезать нижние листья, потому что нижние листья отнимают много питания, загущают и появился пероноспороз. Обратите внимание, вот на листьях такие пятнышки. Конечно, здесь еще не критично, не так сильно распространилось заболевание. Но, тем не менее, надо эти все листья больные обрезать, удалить, удалить пасынки и снять плети со шпалеры. У меня они подвязаны к шпагату и надо эти все плети поснимать. Значит, далее. Оставляем только самую макушку. Сантиметров может быть 20-30. Остальные все листья обрезаем, пасынки удаляем. И верхушку скручиваем в кольцо. Значит, рядом с кустиком выкапываем ямку, помещаем туда эту плеть и засыпаем. Из плети пойдут корешки, образуются новые корни. И молодая макушечка получится как молодым, будет расти молодым кустиком. И затем опять пойдет активный рост огурца. И вы сможете собрать урожай уже через несколько недель. Обычно даже через неделю уже первоогурчики начнут активно образовываться на молодом вот этом росточке. Далее обязательно подкормка. Потому что огурец уже вынес много питания из почвы. Здесь было колоссальное количество урожая. С каждого куста я собрал, наверное, по два ведра огурцов. Вы только представьте, какое количество питательных веществ огурцы вынесли из этой почвы. Поэтому сейчас нужно огурцы хорошенечко подкормить. Можно, кстати, вот эту плеть, которую мы скрутили, засыпать не почвой, а перепревшим компостом. Как раз таки в перепревшем компосте будет очень много доступного питания. Там есть и азот, и калий, и фосфор, и микроэлементы. Все, что необходимо огурцам, там будет присутствовать. Засыпаем эту плеть перепревшим компостом, поливаем водой и подвязываем обратно к нашему шпагату. Еще один момент. Важно почву оздоровить, потому что, как видите, пероноспороз начался. Надо сделать почву более здоровой, чтобы пероноспороз опять не поразил молодое растение. Значит, что можно использовать? Есть вот такое биологическое удобрение, называется растим овощи. Здесь есть полезные микроорганизмы, и полезные бактерии, и полезные грибы. Но, кроме того, здесь есть еще и питание. Есть гуминовые, фульвовые кислоты, аминокислоты, макро- и микроэлементы. Совместно с компостом это послужит полноценной заправкой почвы, для того, чтобы огурец быстро набрал силы, быстро пошел в рост и порадовал вас щедрым урожаем до самой глубокой осени. Разводим препарат 1 к 100 с водой и поливаем под корень. Омолодить огурчики, кстати, можно не только в теплице, но и в открытом грунте. По такому же принципу, если у вас огурцы подвязаны, снимайте плети, скручивайте их в колечко, прикапывайте, и кустики опять омолодятся и порадуют урожаем. Единственное, что в открытом грунте сейчас у нас холодные ночи. Наступило похолодание, все-таки август месяц, поэтому дополнительно ставьте дужки и на ночь укрывайте огурцы белым спонбодом, чтобы сохранялось тепло. Огурцы это теплолюбивая культура, и если будут холодные ночи, то плоды не будут развиваться, будут сидеть на одном месте и не расти, поэтому нужно закрывать. А вот в теплице такой проблемы нет. В теплице всегда тепло, сухо, все хорошо проветривается, и огурцы быстренько начинают расти и давать урожай. Есть, кстати, еще один способ омоложения огурцов. Его применяют в том случае, если на стеблях уже на самих появились какие-то заболевания. Допустим, появилась серая гниль на стебле, и стебель уже не годится, ну, лучше его не прикапывать. Можно сделать обрезку. Срезаем верхушечку огурца, либо пасанок здоровый, сантиметров 20 длиной, и ставим в воду. Примерно через неделю, может быстрее, появляются корешки. Берем этот пасанок с корешками и высаживаем в грядку, в теплицу. И опять же, огурец начнет быстро развиваться, и к осени вы будете собирать еще один хороший урожай огурцов. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok